Вопрос, если кратко, касается того, насколько нужна физическая сила и физическая подготовка для исполнения элементов цена. Давайте так вот кратенько пока обозначим. И смотрите, я вот расскажу просто историю своей жизни, как говорится, как всегда, начинаем издалека о погоде сначала и ситуации в мире, а потом о том, что нас волнует. Ну окей. Значит, смотрите, в средней школе, когда я еще учился, в какой-то момент в школу к нам пришел физрук совершенно необычный. Человек, который отошел от всей вот этой вот физкультурной программы такой совдеповской, когда там, знаете, то скачете зайчиком, то выполняете бессмысленные упражнения какие-то и глупость, как он занимается. Он был мастером спорта по дзюдо и, собственно, на тренировках девочек он чем-то занимал, девочки как-то, ну чем-то занимались, я уже даже не помню, честно говоря, я даже не обращал внимания. А ребята занимались преимущественно как раз дзюдо. Не скажу, что я к дзюдо питаю какую-то колоссальную такую приверженность и так далее, поэтому сейчас речь идет не о дзюдо как таковом, а о том подходе, который вот этот вот наш физрук, дай бог ему здоровья, я надеюсь, что он до сих пор жив и здоров, очень хороший человек и чрезвычайно умный и многогранный человек. Так вот, то, каким образом он нам преподавал вот этот дзюдо с позиции мастера спорта, это, слушайте, это совершенно другое, чем в каких-то клубах, например. Дело в том, что до этого я занимался вольной борьбой, занимался самбо, занимался дзюдо, занимался, вот, потом, естественно, начал заниматься там боевыми искусствами в какой-то момент, как многие уже знают, вот. Вот, и с дзюдо я немножечко был знаком, ну, как немножечко, там, прозанимался, там, господи, по юности год, может быть, полтора, ну, так, честно говоря, это маленький срок, очень, сами понимаете. Вот, хотя на уровне предварительной подготовки, там, самбо и вольной борьбы, ну, более-менее я как-то что-то делал, например. Вот, и вот представьте себе вот этого человека, о котором я говорю, вот этого нашего физрука, который нам начинает открывать дзюдо с совершенно другой точки зрения. Он нам постоянно показывает, просто смеется над нами, он говорит, не-не-не, зачем ты так напрягаешься, зачем ты тащишь своего противника, зачем ты его поднимаешь вверх, там, и так далее. Знаете, он нас учил действовать так, чтобы вообще не тратить сил. И, ребят, честное слово, вот половина, наверное, девчонок, которые там чем-то другим совершенно занимались на уроке физкультуры, половина этих девчонок, они присоединились к нам, к ребятам и тоже занимались дзюдо. Потому что это было чрезвычайно интересно, и девчонкам было интересно, как же так можно не потратить силы, при этом выполнить там вот эти все броски и так далее. И да, действительно, им это удавалось. И не просто удавалось там один раз из десяти, например, а реально у них это все получалось. Они просто визжали от восторга, как здорово, что они могут поднять там кого-то из одноклассников, который там в полтора раза больше весит, например, там сильнее раза в два и так далее. Они поднимают, бросают, им это нравится, это было весело. Вот, это вот я привожу в качестве примера подхода определенного. И вот сейчас вот к вопросу собственного цена. Когда мы говорим о цена, мы то же самое. На самом деле мы можем подойти к цена как к чему-то, что требует каких-то колоссальных от нас трудозатрат. И затрат силы какой-то, да, и еще чего-то. Я отлично понимаю людей, которые там всю жизнь занимались культурой тела, ну физкультурой по сути, да. И они просто по-другому даже себе ничего не представляют. Я помню, я рассказывал о бойце, об одном, который во втором моем клубе присутствовал. Человек огромный, просто здоровенный там и так далее. И который, ребят, в спарринге держался максимум там три минуты. Один раз пять минут он продержался, я как-то раз говорил. Вот эта вот масса, это вот стремление потратить как можно больше сил за единицу времени приводило к тому, что выносливость у него была никакая. Несмотря на то, что до этого он лет шесть или семь занимался водным полом. Казалось бы, должен быть достаточно таким выносливым. Ну вот нет. И когда мы говорим о цене, например, да, мы тоже можем действовать с позиции приложения колоссальных каких-то сил. Затрат, вернее, сил. Я бы так сказал, не приложение сил, а именно затрат сил. Вы можете тратить силы, можете не тратить силы. Так же, как, ребят, с деньгами. Вы можете тратить деньги, а можете расходовать их все-таки как-то сообразно тому образу жизни, который вы ведете. На всякий случай, ребят, вот опять отдаляюсь немножечко от темы, напомню. Ну, я, по крайней мере, знал несколько достаточно зажиточных граждан, которые имели очень большие доходы. Один из этих граждан, ребят, может быть для кого-то это будет открытием, один из этих граждан регулярно ездил на метро московском. Вот человек с доходами довольно высокий. Человек, который при спорткомитете там у российском крутился, он регулярно ездил, например, на метро. Кушал он в обычных совершенно, ну, не скажу, что забегаловках, но в обычных кафе, например, там обедал и так далее. То есть он не был загнан по поводу того, что надо потратить как можно больше денег для того, чтобы вот приход этих денег как-то оправдать. Вот такое тоже бывает. То же самое и в наших боевых практиках. Сильные вы, не слишком сильные, серьезно подготовленные, не очень хорошо подготовленные. Но от вас ведь зависит, насколько затратными будут ваши действия. Правда? Наверное, как деньги экономить надо уметь все-таки. Я не в смысле говорю, надо жадничать, а в смысле просто экономить. Так и силы свои надо уметь экономить. Поэтому, когда мы говорим о цена, вообще первоначально цена, безусловно, строилась не по принципу «я сильнее, поэтому я буду тебя побеждать». Ребят, кто сильнее, тот уже рассчитывает на свою силу. А боевые искусства всегда строились по принципу «я слабее, поэтому я тебя буду побеждать». Как сделать так, чтобы победить более сильного, более высокого, более тяжелого, противников которых больше и так далее. Вот это вот ответ, в смысле это вопросы, которые ставятся перед боевыми искусствами. Так, сейчас, извините, зачитаю. Кшатри пишет. На мой взгляд, без размягчающего удара вообще сложно сделать болевой. Если какой-то человек, который никогда ничем не занимался, то да. Да, правильно замечено. Безусловно, большинство физкультурников и спортсменов рассчитывают в основном на победу над людьми, которые никогда ничем не занимались. Это для начала. Поэтому, в принципе, я даже не понимаю людей, которые ходят там, например, на какие-то спортивные единоборства, так скажем. При этом они там не достигают никаких уровней и рассчитывают только на то, что столкновение, если будет, то столкновение будет явно не со спортсменом и уж, конечно, не с бойцом. А столкновение будет с человеком, который вообще ни к чему не готов, да. То есть такая глупническая позиция достаточно, да. Не очень хорошая и, прямо скажем, не очень эффективная. Ну вот насчет размягчающих ударов. Здесь вот я бы хотел заметить немножечко. Во-первых, там вот сказано, что невозможно сделать болевой. Невозможно, а сложно сделать болевой без размягчающего удара. Ну, ребят, на болевые я бы вообще не рассчитывал, несмотря на то, что цена действительно работает в том числе с болью, так скажем, да. Но вообще-то основной-то расчет идет не на боль. Я уже говорил, что не стоит рассчитывать на болевой эффект. Расчет идет на повреждение, так или иначе, или близкое к этому состоянию, да. Ну, условно говоря, если вы растянули сухожилие, например, в процессе взаимодействия с противником, растянули сухожилие этого противника, да. То, наверное, вот этот сустав уже работать не особо будет. Скорее всего, вовсе не будет, да. Если вы сломали ему там кость в процессе взаимодействия, наверное, этот сустав или эта кость тоже уже не рабочий, да. Ну, как бы вот в основном на этом строится, именно на болевом. Вот, но вот это вот замечание, хорошее замечание к шатре о размягчающем ударе, это хорошая, полезная очень тема, действительно. И, в частности, у меня была практика такая, посещение одного из клубов, таких подпольных, в которых ребята когда-то отрабатывали цена, безусловно, работали с первоначальными, отвлекающими, размягчающими, еще с какими-то. В общем, иными словами, они сначала создавали некий стимул, да, для того, чтобы впоследствии уже отработать нормальную цена. Так что я здесь с к шатреем совершенно согласен. Правильное решение. Так, еще раз к шатре пишет. Ну, есть там еще воздействие через всю структуру, оторвав стопы противнику. Так как нет опоры в ногах, тогда проще воздействовать управлять противником. Да, но это уже чистые бросковые техники. Если мы говорим о цена, то цена не стремится отрывать противника от опоры какой-то, да, потому что это уже борьба буквальная. А цена это воздействие на суставы, как правило, да. То есть работа через то, что сгибается и, условно говоря, сгибается в одну сторону, не сгибается в другую. В этом смысле, да. Так, Иван Иванов пишет. Кшатри, вы имеете ввиду поднять противника, а стоять на месте и просто делать залом сильному человеку сложно? Да, конечно, конечно. Совершенно согласен. Можно, но сложно. Совершенно верно. Поэтому, да, какие-то цены. Мы очень часто видим. Ребята, если вы откройте китайский YouTube, например, да, и посмотрите, каким образом там предлагается работать на цена, вы увидите большое количество элементарных совершенно ударов, которые первоначально для этого используются. Или которыми завершается вот это воздействие, да. Я уже говорил, ребят, цена это не отдельная дисциплина. Ее могут изучать отдельные граждане, изучать в качестве отдельной дисциплины такой, но она не самодостаточна. Это все равно, что изучать только бросковые техники. Ну, вы станете мастером бросковых техник, но вы не станете хорошим бойцом. Понимаете, да? То есть, боец это все-таки более широкое понятие. Нет, просто натянуть на себя, чтобы сместить его центр тяжести. Окей. Сам видел, как было полицейских, не могли скрутить мужика, и третий подошел, да, ему солнышко сразу его скрутили. В айкидо заметил тоже, что воздействие на кисть сами двигаются и противника тащат. Окей. Иными словами, я думаю, в принципе, эта тема вполне исчерпана, да. То есть, мы понимаем, что работать не напрягаясь, используя техники цена можно, но, наверное, для этого требуется что-то еще. Помимо хорошего все-таки основательного подхода к самому цена, наверное, все-таки требуется еще что-то, да. В частности, например, размягчающие удары, как сказал Шатерин. Это как вариант. Хотя я уже говорил не раз о том, что вообще цена в городской жизни, в такой гражданской городской жизни, иногда является неплохим достаточно способом с самого начала даже какую-то точку поставить жирную. Я имею в виду, ну, когда ваш противник не слишком заинтересован, да, вы эту незаинтересованность видите в нем, несмотря на его там угрозы какие-то или еще что-то, да. И любой захват вы используете, его захват, я имею в виду, вы используете в своих целях. И бывает так, что на фоне вот этой не слишком большой заинтересованности вашего противника, этим все и заканчивается, да. Вы использовали этот захват, растянули ему немножечко, там, не знаю, кисть, там, например, растянули, да. Она еще будет напоминать ему месяца два, наверное, об этом инциденте, там, элементарном. Ну и все, и вы разошлись, и как бы вот оно и хорошо. Так что в этом смысле, да, цена вполне может помочь в гражданской жизни, в каких-то не слишком экстремальных ситуациях. Иван Иванов пишет, техника первична, сила противника играет роль. Сила противника всегда играет роль, и либо она работает против вас, либо она работает на вас, да. Мы тоже хорошо понимаем это, да. Если вы умеете использовать силу противника против него самого, ну, замечательно. Причем, ребят, я это говорю не в качестве какой-то мистики такой волшебной, не в качестве того, что существуют какие-то волшебные действия, которые силу противника обратят против него. Мы говорим сейчас не о магии какой-то, а мы сейчас говорим об элементарных ситуациях, когда максимум напора противника, максимум его силы, максимум его скорости, да, вы используете, потому что это заложено в ваших техниках. Ну, как простой пример самый, например, да, я могу привести что. Ну, давайте возьмем тот же самый ценную, да. Мы говорим, например, о каком-то очень мощном, очень крепком, таком вот плотном захвате, да. Если вы немножечко с ценной как-то разобрались уже, если более или менее вы практикуете ценную там периодически хотя бы, да, то, наверное, вы понимаете, что в теле человека нет абсолютного какого-то напряжения, да. Если оно есть, вам надо только подождать немножечко, когда это напряжение превратится в утомление, да. Как правило, есть точки напряжения, точки расслабления. Вы это на уровне цена, вы это хорошо чувствуете, хорошо видите, да. Вы используете точки, которые не напряжены, например, да. В этом смысле напряжение вашего противника работает на вас, да. Вот такой элементарный способ. Когда мы говорим о, ну, слушайте, возьмем даже вот Юнчунь Байхэ обычный, да. Возьмем Чесау, о котором мы уже 10 раз говорили, там, и так далее. Ну, Чесау или Туйшоу, например, да, толкающие руки. Все это построено на том, чтобы переиграть противника как раз во время его действия. Чем мощнее его действие, чем оно сильнее, чем оно быстрее, тем вы быстрее, мощнее, сильнее его обыгрываете, да. Опять. То есть, как бы, ну, здесь все понятно, я думаю. Так, давайте зачитаю немножечко. Эдуард Линчунь пишет. Физическая сила и единоборство вторична. Я живой пример тому. Рост 175, вес 68. После размягчающих ударов я спокойно провожу захват. Весь секрет в правильной структуре тела. Ну, Иван Иванов пишет. Ну, есть. Ну, то есть, даже девушка сможет заломать здорового мужчину, который априори ее сильнее. Эдуард пишет. Хороший пример. Мастер и Литюань Дарья Сергеева. Есть видео с боевых ботаников. Там Дарья. Грамотно выстроил структуру. Спокойно работает против более сильного мужчины. Окей, я этого не видел. Леонид пишет. Всем привет. Мы разучивали болевые. Перед этим наносится отвлекающий удар. Ну, вот подтверждение. Да. Окей. Я думаю, что мы достаточно разобрались с этой темой. Здесь, по-моему, все понятно. Отвечая, еще раз кратко, подводя итог тому, что мы обсуждали Ивану Иванову, я отвечу, что мы опять теоретизируем. Когда вы пишете, что девушка сможет заломать здорового мужчину, например, мы говорим о некой средней девушке, о некоем среднем здоровом мужчине. Понятно, что все это очень индивидуально. Но, если девушка, о которой вы говорите, практиковала ценно, ни один день, ни на одну тренировку сходила, и ни год даже. Ну, там, пару лет достаточно она практиковала, достаточно хорошо. Она каждый день этим занималась и так далее. То есть, у нее это уже на уровне рефлекса, а не на уровне рассуждения, проб, ошибок. Ну, да, я думаю, что проблемы нет. Потому что, ну, например, тот человек, тот физрук, о котором я говорил, мастер спорта по дзюдо, ребят, он был мастер легковес. Он был ниже нас даже ростом, ниже старшеклассников в моей школе средней, да? Он был ниже на целую голову. Вот. Это я просто говорю к тому, что физическая его кондиция не позволяла говорить о том, что он вообще что-то может. При этом он замечательно демонстрировал то, каким образом обойти, условно говоря, законы физики, да? Когда вот он говорит, ребят, смотрите, вот вы, например, бросок там делаете через плечо, да? Или там через бедро, например, вы делаете бросок. Смотрите, вот вытащите, вытаскиваете противника, ногами сначала вытаскиваете, да? Вытаскиваете его там где-то поясницы, еще что-то. Ребят, ничего этого не надо, он нам говорит. Захват есть, чуть подвернулись и тазом ударили в его таз. Все, он уже оторван от земли, не надо никуда никого тащить. Чуть тазом поддали, все, он уже рост. Вот то же самое здесь. Отвечая на этот вопрос, мы говорим о том, что если мы практикуем цена, да, у нас появляется очень четкое представление о том, как использовать силу или тяжесть своего противника, да? Окей, мы можем дальше двигаться. Сейчас я еще зачитаю, вот Кшатри пишет. Слабый может справиться с сильным, если умеет работать с вниманием противника. Ну, в том числе, в принципе, очень хорошая точка зрения. Добротное раньше Дзюдова было, Иван Иванович пишет. Ну, наверное, наверное, можно и так сказать.